Теперь проехать от улицы Высоковольтной до Первомайского проспекта не так уж и просто. Проезд Завражного перекрыт, поэтому водителям приходится делать большой круг. Высоковольтная, Весенняя, Чкалова и потом уже Первомайский проспект. Участок длиной около 200 метров перекрыли еще 12 апреля. Правда, при повороте на Проезд Завражного никаких дорожных знаков не повесили, поэтому водители вынуждены разворачиваться на небольшом участке дороги. Меревременно они и сами это понимают, но сталкиваться с определенными трудностями все-таки приходится. Какие трудности возникают из-за того, что его перекрывают? А как вы думаете, как обычно, объезды другие искать? Ну, я не так часто езжу, но тем не менее, когда проезд был открыт, то было гораздо удобнее. Никого из руководителей на месте не оказалось, поэтому узнать точную дату окончания работы не получилось. Однако рабочие рассказали, что сейчас они подходят к финальной стадии. Заканчиваются сварочные работы, потом трубы утеплят, соединят между собой в двух местах, и после этого уже можно засыпать землей. По прогнозам самих рабочих, сварочные работы закончатся к концу текущей недели. Напомним, ранее сообщалось, что дорогу откроют 8 мая. Основной причиной задержки рабочие назвали непредвиденные обстоятельства. То есть закопанные трубы теплотрассы – это одно, говорят они. А при работах порой появляются и новые неисправности, которые нужно оперативно исправлять. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город.